Не подумайте, я не извращенец, не я несбоченец, я просто исследователь, исследователь российского нацизма. И в данном случае, конечно, нам помогут кто? Знакомые все лица. Это Мария Захарова, она же Маша без головы, и Оля Скобеева. Наличие головы тут требует доказательства. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь мы называем вещи своими именами. Значит, что на болотах? На болотах тут две важных темы. Первая, это русский язык и, конечно же, поставки оружия Украины. Точнее, забегая вперед, чтобы вам было интереснее досмотреть это видео до конца, скажу, что не будет у нас ни самолетов, ни танков. Вот так вот Джозеф Байден нас бросил. По крайней мере, об этом говорит Маша без головы. Но о чем она говорит еще? Обращаю внимание, это еще из серии манипуляции, лжи и так далее, и так далее. Ладно, Маша, давай уже ближе к делу. Что там с русским языком? В этом контексте совершенно неприемлемыми являются непрекращающиеся попытки отдельных стран ограничить распространение русского языка. С каждым днем их действия становятся все более возмутительными. По надуманным поводам закрываются центры русского языка, русские школы, оказывается давление на журналистов, преподавателей, упорозняются кафедры русского языка в университетах и перепрофилируются в группы славянских языков. Хочу обратить ваше внимание, что это общемировой тренд. Это не только касается Украины, это вообще на этой планете. И если мы вспомним, как начиналась полномасштабная кампания военная против Украины, то они там говорили что-то там о русском языке. И вот эта вот тема русского языка, она требует глубокого анализа и раскрытия. Случаи нарушения прав русскоязычного населения Украины уже перешли на системную основу, они уже вообще вне какой-либо поддающейся фиксации статистики. Это повсюду и в самых крайних проявлениях абсолютного варварства. Русский язык полностью вычищается из системы образования Украины. Науки, спорта, культуры, госслужащие, священнослужители, да и просто обычные граждане, в том числе дети. И чтобы прекратить это безобразие, Владимир Путин использовал очень важный аргумент. Сейчас он всех научит, на каком языке нужно говорить. Начинаем со срочных новостей. Ночью был нанесен ракетный удар по украинской инфраструктуре. Взрывы гремели почти по всей Украине, а русские ракеты пролетели. Ракеты русские, все у них русское, язык у них русский, но почему-то на украинские окопы они гонят в первую очередь малые народы. Привет Дагестану, привет Чечне, привет Бурятии, Туве, Башкортостану, Татарстану, Якутии. Ну, список можно дополнить. Там Мар-2. В общем, масса народа почему-то выносится за скобки. Товарищи, оно вам надо, наши дорогие буряты? Тут вообще-то и не только буряты. Правило же одно. Тут никто не будет разбираться, кто вы. Вы из-за тюрьмы, вы из-за Тувы. Неважно, здесь будут уничтожены все. И битва под фортецей Бахмут тому подтверждение. Кстати, наверняка вас многих поразила эта новость, что герой Украины, секретным указом, генерал-лейтенант Мурадов, который умер в 155-ю бригаду морской пехоты под Углидаром, вместе с 40-й, и там еще есть одна механизированная бригада. Теперь нифига не генерал-лейтенант, он генерал-полковник. А все почему? Потому что они, наконец-то, нащупали этот коренной перелом. Не знаю, что там нащупала Захарова, но звучит это примерно так. Переходим к главному. Самолетов, танков не будет. Символично. Прошло девятое заседание контактной группы по так называемому оборонному содействию Украины в формате Рамштайн. Вновь звучали пафосные заявления о, как они назвали это, неизбежной победе Киева, намерении западников предоставить вооружение, военную технику. Подтверждены планы направления на Украину тяжелых танков, сколько их поступит в УСУ и когда. Ну, правда, осталось за скобками, а зачем? Главное же лозунгами поговорить, а это на Западе умеют. Поздравляю российских мобилизованных и дебилизованных солдат, независимо от того, из какого региона вас отправили. Вот оно, ваше лекарство, ваш главный наркотик. Это Маша без головы. Она вам объясняет, что не бойтесь отправляться в Украину. Никто не знает, будут танки, не будут, когда их пришлют и пришлют ли их вообще. Видите, одни заявления, как говорят, звучат на Западе. Касается это, естественно, не только танков, да, это касается полной номенклатуры оружия. Как дальше спонсировать киевский режим, становится все сложнее. О поставках боевых самолетов, как я уже сказала, об этом просто не просто говорил, требовал этого Зеленский. Решение не было принято. Вместо этого сделан акцент на более экономное расходование украинцами дорогого западного оружия. Представляете, какой-то нечеловеческий цинизм. В части цинизма, тем более нечеловеческого, Маша без головы чемпион. Но видите, как она пытается всех убедить, что российским солдатам здесь, что у них есть какие-то здесь шансы. Значит, по поводу самолетов я вам кое-что сейчас разъясню. И Маши без головы, и, соответственно, этой пастве, которые без бронежилетов и в касках 43-го года сдыхают сейчас под Бахмутом. Значит, самолеты появятся западные в Украине не раньше, чем над аэродромами будут размещены, не раньше, чем аэродромы будут прикрыты системами Патриот. Это же, по-моему, очевидно. Как говорил Ллойд Остин, здесь важен комплексный подход. То есть, если речь идет о комплексном военном решении, поверьте, об этом знают многие. Не только мы с вами, что танки сами по себе, ну, это, конечно, грозное оружие, но уязвимое. А чтобы танк Леопард, Абрамс или наш Т-64, там, в самой последней модернизации, чтобы они были в безопасности, все должно быть в комплексе. То есть, прикрыто с воздуха. Но давайте поговорим об экономии. Маша говорит, что на нас начали экономить. Удивительно, с каких это пор. Призывают вот это самое окровавленное украинское население, вымученное, измученное, растерзанное, проданное своими властями, этим киевским режимом, призывают это население экономнее использовать западное оружие. Этот дешевый пропагандистский прием называется перевертушь, то есть, обвинить в российских военных преступлениях других. Но, слава богу, мы только что вызвали Ольку, Ольку Скобееву, она объяснила, что ракеты русские. Русские ракеты, которые терзают украинское население. Теперь, что касается экономного использования. Это вообще прекрасный момент. Значит, наши западные друзья очень активно занимаются подготовкой вооруженных сил Украины. Различных подразделений для чего? Чтобы уметь пользоваться этим оружием, чтобы действительно экономно стрелять. Значит, идеальная картина мира такая. Мы делаем один выстрел из автомата минус один российский оккупант. Ну, так, конечно, не получится. Но с артиллерийскими снарядами тоже так не получится, если это, конечно, не из калибуры. Но стремиться к этому надо. То есть, если ты правильно умеешь пользоваться западным оружием, то и расход боеприпасов значительно меньше. И насчет боеприпасов. Вы же все слышали и читали в телеграммах, на наших каналах, когда вот это войско Пригожина, войско уголовников, ну, оно, да, прекратило существование свое, потому что мы их убили. Российских оккупантов, да, которые пришли сюда из тюрьм. Но они постоянно жалуются на проблемы с боеприпасами. Кто бы мог подумать, что у второй армии мира закончатся боеприпасы. Нет боеприпасов, сложно сносить города. Нет, я прекрасно понимаю, что они еще тут нанесут столько урона и крови попьют. Убьют многих людей, и военных, и гражданских. Но вопрос в том, что нет вот этой вот опции, фигачим сколько хотим. Поиздержалась Маша, но давай, жги, как ты умеешь. Грязь, жуть, смрад. Вот что такое этот самый коллаборационизм. Сурово, но справедливо. Я думаю, что в этой стране, которая называлась, называется и будет называться, мы пишем сейчас об этом в комментариях, а я подсказываю вам, Украина, коллаборационистов больше не будет. Потому что, ну, только абсолютно тупые люди могут отправиться служить российскому рейху. Ну, это же, это что-то такое, знаете, из рабовладельческого строя. Знаете, до смерти забить какого-нибудь раба, который посмел приготовить блюдо не из двух куриц, а из трех. Нанеся просто непоправимый ущерб эмоциональному здоровью своего хозяина. Это же невероятный цинизм. Это жестокость какой-то совершенно запредельной марки. Если вы думаете, что Маша бредит, потому что она без головы, нет, вы ошибаетесь. Дело не в этом, дело в другом. Она таким образом переживает, что наши партнеры, наши поставщики, наш тыл говорят, что боеприпасы нужно экономить. И вот тут такие сравнения про кур. А я вот помню историю с 4-й танковой бригады, которая сварила суп из курицы, которую убила ракета С-300. Нет, это не шутка. Не о людях. Даже тех, кого построили под свое ружье, думают. Нет, не о них. А о том, как бы сэкономить и в этом. Так это ж граждане Украины. А у Зеленского сколько паспортов, гражданств, видов на жительство? Счетов в банках. Я под Зеленским имею в виду всю эту шайку. Что? Они себя ассоциируют разве с этим народом, которого как бы представят? Конечно, нет. И никогда не ассоциировали. И были приведены для того, чтобы просто изничтожить украинский народ. Русские ракеты пролетели. Все время говорят о России. Так в первую очередь изничтожают же свой украинский народ. Нет, нет, нет. Принцип перевертыша Маша здесь не работает. Я за тобой наблюдаю много-много лет. Я помню, как ты молилась защитникам этой... Простите, Новороссии. Надеюсь, вы поняли, что это не матюк. Так вот, получается, у нас ракеты летят в нас русские. Хотя правильно, все-таки российские. Мы ни с кого ответственность снимать не будем. А виноваты все остальные. Очень удивительно. Что касается действий украинской армии. Это не Машино собачье дело. Я, забегая вперед, могу сказать следующее. Что украинская армия, несмотря ни на что, убьет всех российских оккупантов. Они их называют защитники. А вот если мы поговорим о российских защитниках, то есть интересная такая штука. Вот смотрите. ЧВК «Вагнер» защитники? Защитники. Кто там? Кадыровцы тоже защитники и освободители. Но как вы думаете, почему Маша Захарова, свою уже подросшую дочку, ни при каких обстоятельствах не захотела бы оставить с бойцами ЧВК «Вагнер»? Они же спасители или спасатели. Нет? Мы ответ знаем. Мы все знаем ответ на этот вопрос. И действительно, нашу страну эти ребята настолько заставили взбодриться. Тут нет коллаборационистов. Вы даже не представляете, что сейчас происходит в Донецкой области, в прифронтовых городах. Все просто работают на обеспечение украинской армии. А почему? Потому что все прекрасно видят, что если Захарова свою дочь не хочет оставить с этими ребятами из ЧВК «Вагнера», а они там педофилы частенько и убийцы, даже странно почему. Наверное, Маша любит своего ребенка. Так вот, кто наступает, нет, тот, кто пробует наступать, понятно. Они просто откровенно декларируют. Или как Ходоковский говорит. Так и пишет. Не до город Угледар. Раз он не сдается, значит его нужно уничтожить. Как было сделано до этого с Мариуполем, с Волновахой, с Северодонецком, с Лисичанском. Это сделали российские нацисты. Да, Маша Захарова. Или Маша без головы. Продолжение конфликта с нашей страной. Главное, чтобы все это делалось чужими руками, чужой кровью. Пока в эти руки можно что-то вложить, взрывающиеся, стреляющие и так далее. Экономно, но будут вкладывать. При этом представители НАТО и ее стран-членов не перестают цинично повторять, что не являются стороной конфликта. На самом же деле, накачивая киевский режим новыми порциями летального оружия, они уже давно стали не только соучастниками, но, говоря языком криминалистики, заказчиками преступлений киевского режима. Почему я ввел в оборот этот тезис Маша без головы? Потому что, с одной стороны, она может рассказывать о том, как на нас экономят, как нам не поставляют оружие и боеприпасы. С другой стороны, говорит о том, что его поставляют, о том, что разворачиваются совместные производства и так далее. И вот, говорит, Запад участник конфликта. Ну, хорошо, Запад участник конфликта. Дальше что? Какие ваши действия, возможности? Ну, что вы, вы обтекаете? Обтекаете точно так же, когда появились публикации, что Соединенные Штаты взорвали Северный поток-1 и одну ветку Северного потока-2. Ну, если это так, ну, так покажите, что что-то можете. А нет. Как укладывали под угледаром российских чмобиков-мобиков, так и продолжайте укладывать. И когда кто-то говорит, что вот Запад участник конфликта, я вам зацитирую Владимира Путина совсем недавно. Мы вместе слушали его спич от 19-го года до 20-го. Это была последняя пресс-конференция Путина, в которой я принял участие. И там он говорит, что меня часто спрашивают, Макрон, Шольц, до этого Меркель, откуда на оккупированной части Донбасса артиллерия и танки. И он говорит, ну, это им поставляют те, кто сочувствует оккупационным администрациям. Но раз поставили туда, то это уже не российское оружие. Это их оружие. Поэтому я абсолютно убежден, что будут и украинские F-16, и GLCD-B тоже будут украинские. А как вы хотели? Там, кстати, насчет F-16, в том смысле самолетов, дискуссия еще ведется. Ну, могут быть Гриппены, но вряд ли. Ну, не то, что я тут владею каким-то инсайдом. Тут просто по крупицам информацию собираешь, и делаю я вот такой вот выбор. Так вот, у нас будут украинские Брэдли. Почему будут? Уже есть. Леопарды. Ну и Абрамсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова